Сейчас, встреча с запорожцем на российских дорогах, является скорее исключением, чем правилом, поскольку основная масса машин, за длительное время, прошедшая с момента их выпуска, просто пришла в негодность. Впрочем, некоторые автолюбители, увлекающиеся тюнингом, берутся за восстановление моделей ZAS, и даже превращают их в более современные экземпляры, в сравнении с теми, которые когда-то сошли с конвейера производителя. Один из таких примеров, и был не так давно продемонстрирован в видеоролике на YouTube. В целом, продемонстрированный ZAS оказался достаточно оригинальным, содержащим ряд особенностей, даже несмотря на то, что все основные формы классической версии запорожца его владельца сохранили. В первую очередь обращает на себя внимание необычный окрас кузова автомобиля, который состоит из двух оттенков. Нижняя часть запорожца, включающая передок, корму и двери, окрашена в белый цвет, а вот крыша, багажник, капот, а также дверные стойки, черные. Передняя часть в целом близка к оригинальной версии ZAS 966, однако округлая головная оптика имеет светодиодную основу, а в бампер установили воздухозаборник. Сзади можно отметить LED-фонари, достаточно большую банку выхлопной системы, а также фаркоп. Боковая часть интересна хромированными зеркалами, которые закреплены на отдельных ножках в верхней части дверных панелей, а также массивными литыми дисками. Штатные силовые возможности запорожца его владелец пересмотрел. Сейчас под капотом автомобиля размещен мотор на 1,5 литра, который Автоваз устанавливал в свои модели, причем его расточили до 1,6 литров. Еще одно оригинальное решение — установка под капотом автомобиля зарядного устройства с вилкой, что позволяет использовать машину как источник автономного питания. Однако наиболее интересная фишка — оформление под капотного пространства модели ZAS, в нем, совершенно неожиданно, автолюбитель установил плазменную панель, а также самостоятельные динамики, DVD-плеер и систему караоке. Таким образом, машина, в любой момент может превратиться в центр для проведения досуга. Помимо столь необычного варианта оформления пространства под капотом, обращает на себя внимание и небольшой прицеп, который выполнен в виде полукузова. Он может с легкостью трансформироваться в стол во время выезда на машине на природу. Помимо него, здесь также имеются аудиосистемы, и мангал со всем необходимым для приготовления шашлыка. Кардинально был переработан и интерьер автомобиля. Передняя панель отделана кожей, а передние кресла заменены на новые, более удобные и современные. Также автомобиль получил дополнительные датчики, которые показывают параметры работы его главных систем. В результате всех выполненных преобразований, вместо стандартной советской модели на дороге выехал оригинальный компактный автомобиль, который, к тому же, позволит отлично провести время в случае выезда на отдых дружной компанией.